Татьяна Викторовна, спасибо! Одним из принципов государственной политики в области образования является свободное развитие личности, предусматривающая организацию обучения воспитанников дошкольных учреждений в игровой форме. Вся жизнь ребенка игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, и поэтому процесс обучения ребенка не может проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные процессы, речи развиваются в детской игре. Как сказал Мишель де Монтен, игры вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста. Перед педагогами стоит извечный вопрос, как реализовать образовательные задачи в игровой деятельности. В современном мире богатыми техническими новинками мы перестали обращать внимание на простые вещи, которые могут быть многофункциональными. Например, обычная пуговица. В некоторых семьях экономные хозяйки хранят годами коробочки, полные пуговиц, бережно срезанных со старой одежды. Интересно, а задумались ли вы когда-нибудь о пуговицах, собираясь на работу? Вообще, что это такое? Напишите, пожалуйста, в чате. Что такое вообще пуговица? От слова «пугать» это застежка на одежде и других швейных изделиях, предназначенная для соединения ее частей. Пуговица на одной части одежды вдевается в петлю, находящуюся на другой части, и тем самым осуществляется у нас застегивание. Вещь привычная, однако, стоит посмотреть на пуговицу повнимательнее, то тогда откроется немало интересного, а подчас даже фантастического и захватывающего. Пуговица может служить как украшение и как застежка. Пуговицы в далекие времена были вообще очень дорогой и модной вещью. На одеждах богатых людей они были настоящим украшением из золота, серебра, драгоценных камней. Пуговицы также используются как опознавательный знак. Пуговицы – это очень важный материал для историков. По мундирной пуговице можно определить, к какому ведомству относился носивший ее чиновник, в какие годы он служил и в каких примерно чинах. Раньше у пуговиц было еще и магическое значение. Для этой цели в них помещали кусочек металла или круглый камешек, который при движении издавал звук. Способность издавать звук и превращал пуговицы в так называемые обереги. И что же натворили вообще пуговицы в человеческой истории? Наполеон потерпел поражение в войне 1812 года из-за губительного воздействия русского мороза на наполеоновских солдат. Все вы это знаете прекрасно. С них буквально падала одежда. Оловянные пуговицы крошились на морозе. При сильных морозах ниже минус 13-15 градусов Цельсия олово переходило в порошкообразную модификацию. Пуговицы просто крошились. Когда пуговицы появились, их носили гораздо больше, чем нужно. Ведь чем знатнее и богаче был человек, тем их должно было быть больше. Известно, что французский король Франциск I как-то заказал ювелируем 13 600 маленьких золотых пуговиц для отделки лишь одного своего бархатного костюма. Указ Петра I предписывающий пришивать оловянные пуговицы к обшлагам рукавов солдатских мундиров с внешней стороны был полон тайного смысла. Пуговицы не позволяли солдатам по привычке после еды вытирать рукавом рот и нос. Так отучили солдат от дурной привычки, портившей мундирное сукно. В наше время это бросовый материал широко используется в декоративных целях, панно, украшении одежды, подушек, сумок, шкатулок и так далее. А также в образовательных целях за счет изготовления развивающих пособий для дошкольников. Пуговицу можно использовать, чтобы завоевать доверие ребенка. Перебирание, передвигание и просто рассматривание пуговиц доставляет и детям, и взрослым огромное удовольствие. Играя с пуговицами разного цвета, формы, величины, у ребенка развивается не только мелкая моторика, но и речь. Ребенок становится более наблюдательным, работоспособным, повышается концентрация внимания, развивается логическое, образное мышление. Большое разнообразие пуговиц позволяет нам использовать их для коррекционных и развивающих игр по ознакомлению и закреплению таких понятий, как цвет, форма, величина. Упражняясь с пуговицами, ребенок развивает координацию движений, добиваясь точного выполнения, развивает усидчивость и произвольность психических процессов. Развивает аудиальный, визуальный и кинестетические каналы восприятия, так как упражнения выполняются в режиме «услышал, увидел, сделал». Нельзя недооценить релаксационное воздействие на организм ребенка различных манипуляций с пуговицами. Желание ребенка бесконечно трогать, перебирать пуговицы, тем более когда-то этот предмет был для него запрещен, а как известно, запретный плод сладок. Игры с пуговицами приобретают все большую популярность среди педагогов дошкольных учреждений. Несмотря на свою простоту и доступность, они вызывают большой интерес у детей. И цель упражнений с использованием пуговиц – это интегрировать различные виды детской деятельности в развитие познавательных и творческих способностей детей, используя пуговицы. Комплекс развивающих, коррекционных, релаксационных игр и упражнений с использованием пуговиц носит название «пуговичная терапия». С помощью пуговиц можно решить множество коррекционно-развивающих задач. К таким задачам относятся развитие мелкой моторики, развитие восприятия, наглядно-образного мышления, логического мышления, пространственного воображения, внимания, памяти, формирование умения сравнивать и анализировать, формирование познавательного интереса, развитие умения ориентироваться в таких понятиях, как цвет, величина, количество, форма, развитие воображения и развитие речи. Разнообразие пуговиц позволяет использовать их для работы не только воспитателю, но и психологу, дефектологу для коррекции и развития. Развитие чего? Психомоторики, мимики, моторики рук, координации движений, сенсорной сферы, эмоционально-волевой сферы. Пуговицы, как я уже отмечала, оказывают релаксационное воздействие, способствуют развитию произвольного внимания. Пуговицы можно широко применять в играх по коррекции коммуникативных навыков и речевых нарушений. Пуговичная терапия проста в применении. Манипуляции с пуговицами не образуют пыль, не вызывают аллергии, не пачкаются, ими нельзя порезаться, уколоться. Пуговицы легко моются, обрабатываются, как все пластмассовые игрушки в детском учреждении. А помощников по мытью пуговиц долго не искать, не упрашивать не придется. Коррекционно-развивающие упражнения и дидактические игры с пуговицами можно проводить как в целом занятии, так и включать в занятие, как его часть. Занятия можно проводить как в групповой, так и в индивидуальной форме. Это зависит от цели занятия, изучается новый ли материал или идет закрепление уже пройденного. И какие же правила, не могу обойти их стороной, какие же правила следует соблюдать во время пуговичной терапии. Конечно же игра должна приносить радость ребенку и взрослому. Ребенка нужно заинтересовать, а не принуждать играть. Игры с пуговицами необходимо осуществлять в присутствии взрослого с целью безопасности. Чтобы почувствовать сравнительную сложность заданий, прежде чем давать их детям, выполнить, конечно же, должен их сам взрослый. Оживлять игру следует сказкой или рассказом. Давать пуговицы можно имена, выдумывать, фантазировать, пока ребенка не захватит сам процесс преодоления трудностей, достижения желаемой цели. Конечно же, хвалите ребенка за успехи. Для достижения эффективности игровой пуговичной терапии необходимо внедрение технологии педагогических действий. Это повышенное внимание к ребенку, постановка конкретного задания педагогам, расстановка акцентов в игре в соответствии с заданием и подбор предметов, хорошо знакомых ребенку. Выделяют различные виды игровой пуговичной терапии. Это игры, направленные на формирование сенсорных эталонов, игры на развитие пространственных представлений, игры на развитие зрительного, тактильного восприятия, на развитие произвольного внимания, памяти, на развитие мелкой моторики. Игры, направленные на развитие коммуникативных навыков, на развитие речи и так далее. Детей старшего и подготовительного к школе возраста можно уже познакомить с историей изобретения пуговиц, рассказать об их видах, как вообще это можно сделать. Воспитатель проговаривает загадку, загадывает детям загадку. Одеваться соберешься, без меня не обойдешься. Знают взрослые и дети, застегну я все на свете. Что это? Дети отгадывают загадку. Воспитатель проговаривает. Конечно, это пуговица. У каждого из вас на одежде есть эта помощница. Назовите, найдите на своей одежде пуговица. Расскажите, какие они. Дети рассматривают пуговицы, описывают их. Дальше педагог задает вопрос. Как вы думаете, для чего нам нужны пуговицы? Почему они такие разные, не похожие друг на друга? И далее следуют ответы детей. Дальше педагог задает вопрос. Какие еще виды застежек вы знаете? Видите, отвечают кнопки, крючки, молнии, липучки, шнуровки. И педагог спрашивает, откуда же пришла к нам пуговица? Дальше рассказывает, что в далекой древности люди делали себе одежду из шкур животных, набрасывали шкуру на плечи и обвязывали ее вокруг пояса. Неудобна была такая одежда, движение затрудняло, распахивалось. Для скрепления одежды стали использовать кости животных и деревянные брусочки, которые продевали в дырочки. Шли века, люди научились прячь шерсть, делать ткань, шить из нее одежду, изменили, соответственно, и застежки. К одежде стали прикреплять просверленные камешки, на которые набрасывали петли. Со временем одежда становилась более разнообразной и сложной по крою и фасону. Появились разные ткани, легкие и воздушные, шелковые, плотные и тяжелые, шерстяные. Пуговицы в те далекие времена были дорогой и дорогой вещью. На одежде богатых людей они превратились в настоящее украшение из золота и серебра. Такие пуговицы стоили дороже, чем само платье. На Руси делали пуговицы из чего? Палочку из серебра, обвивали золотыми нитями до тех пор, пока на одном конце не получался шарик. Самые маленькие такие пуговицы были с горошину, а крупные размером с пуриное яйцо. Одежду, застегивающуюся на золотые и серебряные пуговицы, носили только богатые люди, как я отмечала. Чтобы сделать пуговицы общедоступными, мастера стали использовать при их изготовлении дешевые материалы. Дерево, кость, стекло, металл и тому подобное. Простые люди верили, что украшенные узорами пуговицы отгоняют злые силы, выполняют роль оберегов. Поэтому-то их и назвали пуговицами от слова «пугать». В Чехии, в городе Яблонец, есть музей пуговиц разных эпох и стран. Кроме того, можно организовать для детей виртуальную экскурсию на фабрику пуговиц. Как же можно использовать пуговицы в педагогической практике? С пуговицами можно делать красивые аппликации, использовать их в лепке, заполнять ими раскраски. Не обязательно их наклеивать на рисунок, выкладывать пуговицами в верную дорогу в лабиринтах, клеить из пуговиц мини-игрушки и даже делать украшения, например, бусы. И, например, картины из пуговиц. Для развития творческих способностей и образного мышления малыша вы можете предложить ему выкладывать из пуговиц цветочки, дорожки, домики, всевозможные узоры. Словом, то, что подскажет ваша фантазия и фантазия ребенка. Можно на пластиковых тарелочках выкладывать различные узоры, не используя каких-либо шаблонов. Или рисуем на листе бумаги линии, прямые, волнистые или зигзагообразные. Предлагаем ребенку выложить по линии узоры из пуговиц. А можно выкладывать рисунки по контуру. С помощью пуговиц можно дополнять шаблоны. Заранее подготовьте шаблоны с рисунком, с белыми пробелами на цветных участках, как на фото, на слайде. Дайте ребенку материал и попросите его приклеить или просто наложить пуговицы нужного оттенка и размера на шаблоны. Тем самым дополняя их. А еще с пуговицами можно делать массаж стоп и рук. Благодаря самому массажу рук с помощью пуговиц мы активируем так называемый мануальный интеллект. Стимулируем кончики пальцев рук и ладони. Таким образом происходит активизация сенсорно-моторных функций, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром. Заполните просторную коробку пуговицами. Желательно, чтобы пуговиц было много. Затем совместно с ребенком опустите руки в коробку, поводите ладонями по поверхности пуговиц, захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите, разожмите кулаки. Погрузите руки глубоко в так называемое пуговичное море и поплавайте в нем. Можно перетирать пуговицы между ладонями, пересыпайте их из ладошки в ладошку, сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками захватите щепотку пуговиц, отпустите. Или берите в руки по одной разнообразной пуговице, большую, вытянутую, квадратную, гладкую и прочее. Перекатывайте ее между ладонями, постепенно увеличивая амплитуду движения. Те же движения можно произвести внешними сторонами ладони. Движения можно сопровождать стихотворным текстом. Например, ребенок накрывает ладошкой пуговки, которые лежат горкой, набирает их в щепотку, раскладывает в ряд, произнося текст, а потом считает пуговки. И затем уже упражнение делается другой рукой. При этом проговариваем, пуговки лежат горою, я ладошкой их накрою. Нужно их в щепотку взять, разложить и сосчитать. Можно также предложить ребенку игру «Мы рыбаки». Отправляемся на рыбалку в пуговичное море. Наши руки помогут нам ловить рыбку-пуговку. Опусти руки в пуговичное море и вылови рыбку. Ребенок берет любую пуговицу дальше. Какую рыбку ты выловил? Большую или маленькую? Гладкую или шершавую? Круглую или квадратную? Какого цвета рыбка? Она легкая у тебя или тяжелая? Теплая или холодная? Теперь мы положим улов в ведерко. Закроем глаза. Опусти руку в ведерко и найди свою рыбку. А затем переместите коробку на пол, в емкость, где находятся пуговицы, погружаются стопы. Ребенок совершает шагательные движения, сидя перед емкостью с пуговицами. В качестве усложнения такие шаги ребенок может совершать стоя, но при этом тут, конечно, ему нужна будет поддержка, так как его шаги могут быть неустойчивыми. Что еще можно делать? Производить круговые движения, глубже погрузить ноги, пуговицы пошевелить пальцами ног, перебирать пальцами ног пуговицы, перетирать пуговицы между ступнями, захватывать пуговицы пальцами ног, приподнимать и разжимать пальцы. Опустив ступни в емкость с пуговицами, ребенок как бы сверлит ямку пятками. А теперь наоборот. Собираем пуговицы все вместе, пятками, малыш делает горку или холмик. Можно также смастерить массажный коврик для ног. Это как вариант использования. Вообще, чем полезен такой коврик-тренажер? Формирует детям правильный свод стопы, улучшает кровообращение и обменные процессы в ногах, помогает уменьшить им или вовсе избежать плоскостопия, стимулирует им улучшать сердечно-сосудистую деятельность, воздействует на рефлексогенные участки стопы. Влияет на биологически активные акупунктурные точки, стимулирует работу иммунитета. Также разрабатывает и имеет положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат. Прекрасно помогает в развитии вестибулярной системы. Делается такой коврик из ткани, утеплителя и пуговиц. Нашиваются пуговицы разной величины на ткань, края обрабатываются. Отличный массажный коврик получается с обильно нашитыми пуговицами разной формы, величины и также фактура. Вариаций очень много, чтобы изготовить шедевр достаточно просто желания, терпения и небольшой фантазии. И полезный тренажер для стоп уже готов. Он станет не только красивым элементом декора, но и полезным помощником. Пользоваться им можно как и детям, так даже и взрослым. Как же можно использовать пуговицы в развитии мелкой моторики? Вообще, игры с пуговицами все способствуют развитию мелкой моторики. Но здесь я хочу отметить некоторые из них. Например, поднимание пуговиц. С помощью двух пальцев разных рук нужно переложить пуговицы из коробки на стол. При этом в процессе должны участвовать все пары одноименных пальцев обеих рук по очереди. Дальше даем усложнение. Сочетать в парах разные пальцы обеих рук. Например, пара указательный палец правой руки и мизинец левой руки. Игра на время. Кто за определенное время соберет больше пуговиц. Или, например, еще одна игра. Расти пальчик. Большим пальцем двигаем пуговицу по фаланге пальца. От ногтя к ладони и обратно. Составляя тем самым как бы расти каждый пальчик. В качестве усложнения можно выполнить упражнение двумя руками одновременно. Кто быстрее? Положите пуговицу на указательный палец ребенка. Задача его товарища будет в том, чтобы переложить пуговицу на свой палец без использования других. Проигрывает тот, кто уронил предмет. Если детей достаточно много, можно разделить их на команды и устроить настоящее соревнование. Игра передай пуговицу. Нужно передавать пуговицу из рук в руки по кругу. И в качестве усложнения меняем способ передачи пуговицы. Игра «Веселая змейка». Для этой игры берем пуговицы с крупными дырочками и прочную нитку или леску. Можно шнурок. Предлагаем малышу нанизывать пуговицы на нитку. Ну или шнурок, что у вас есть. Нанизывая пуговицы, ребенок будет чувствовать пальчиками разные фактуры. Одновременно стимулируя тактильные рецепторы. А маленьким модницам обязательно понравится браслет или ожерелье, которое получится из пуговиц. Развитие мелкой моторики способствует застегивание и расстегивание пуговиц. В качестве игрового материала можно предложить развивающий коврик или книжку с пришитыми пуговицами, на которые можно что-либо пристегивать. Можно сделать вариации в виде паровозика и вагончика, елки, игрушек и так далее. Грибы из ткани, на шляпке которых можно пристегнуть листочки или цветы и листочки. Растегивание и застегивание пуговиц на одежде. И в ходе игры проговаривается мелкие кружочки в дырочке нырнули, словно на замочке домик застегнули. Очень хорошо также подходит и детям очень нравятся шнуровки. Нужны нам будут нитки, пуговицы и схема шнуровки. Задача каждого игрока нанизать на нитку пуговицу таким образом, чтобы нитка проходила через все дырочки, соответствовала заданному рисунку. Также с помощью пуговиц можно формировать и закреплять сенсорные талоны. Для самых маленьких можно изучать разные пуговицы, металлические, пластмассовые, гладкие, шершавые и так далее. Находить в общем наборе пуговицы, самую большую и самую маленькую. Раскладывать их кучками по цвету или по размеру. Считать в них количество дырочек и тому подобное. Например, игра «Домик для пуговиц». Понадобится пуговица разного цвета, контейнер с ячейками, где на дне ячеек цветные кружки ориентира. Взрослый предлагает детям разложить пуговицы в домике по цветам. Ребенка просят назвать цвет выбранной пуговицы. Или, например, игра «Поймай рыбку». Здесь нам понадобится таз с водой, сачки и пуговицы. Даем ребенку сачок и просим его выловить только красных рыбок, то есть красные пуговицы. Потом, например, только желтые пуговицы вытягивать и тому подобное. Для тех детей, которые уже учат счет, можно усложнить задачу и попросить поймать 3 красных и 2 желтых рыбки и тому подобное. Упражнение, сортировка, да и только. Пуговица прекрасно вообще подходит для занятий по сортировке. Вместе с ребенком отбирайте только самые крупные пуговицы или, напротив, пуговки-малютки, либо, опять же, пуговицы определенного цвета. А когда ребенок подрастет и научится считать, отбирайте пуговицы с различным количеством дырок в них, пересчитывайте их и тому подобное. С помощью пуговиц мы можем с вами формировать пространственные представления. Например, игра «Найди соседи». Для этого используется лист бумаги, на котором хаотично расположены пуговицы разного цвета. И здесь несколько вариантов работы. Первый вариант – педагог просит показать пуговицу или назвать цвет пуговицы, находящийся справа от такой-то, находящийся под такой-то и тому подобное. Следующий вариант – педагог просит назвать цвет и показать пуговицу, которая находится в правом верхнем углу, в левом нижнем углу, в центре листа и тому подобное. Игра «Пуговичный диктант». Перед детьми лежит лист бумаги и набор пуговиц разного цвета. Педагог дает инструкции, а дети должны выполнить по возможности в быстром темпе. То есть мы, конечно же, это обозначаем, что сделайте как можно быстрее. Например, красную пуговицу положите в левый верхний угол, желтую в центр листа и так далее. После выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения. Или игра «Пуговичное ожерелье». Нам здесь понадобятся, опять же, пуговицы. Предлагаем детям сделать ожерелье для мамы. Просим, возьми самую большую пуговицу. Она будет центром ожерелья. Теперь выбери красную пуговицу, положи ее слева и так далее. Можно нанизывать пуговицы, опять же, на леску, на шнуровку, на шнур, на нитку. Вы здесь уже смотрите по удобствам. И в зависимости от возрастных особенностей детей, конечно же. Следующая игра. Сделай по образцу. Ребенку дается шаблон, согласно которому ему на листе нужно расположить пуговицы в соответствующем порядке. В верхней части слайда несколько вариантов расположения пуговиц. В нижний шаблон, на котором дети, собственно, должны расположить пуговицы в соответствующем порядке. Также можно с помощью пуговиц развивать внимание у детей. Например, игра «Запомни и повтори». Нам понадобятся две карточки, разделенные на 9 квадратов, и два набора пуговиц. То есть 18 штук попарно одинаковых. Один игрок, ведущий, он раскладывает на своем поле несколько пуговиц. Второй игрок запоминает, затем поле накрывается, можно платком накрыть, тканью. И второй игрок на своем поле должен разложить пуговицы так же, как у ведущего. Сначала можно тренироваться, конечно же, на небольшом количестве, затем уже постепенно добавлять. Это как вариант. Следующие – это игры на развитие логического мышления. Здесь игра «Логические задачки». Понадобятся плоские пуговицы разных цветов и размеров. Предлагаем ребенку выкладывать пуговицы в определенной последовательности. Опять же, задаете эту последовательность сами с учетом возрастных особенностей. Ну, как пример. Большая, маленькая, большая, маленькая и так далее. Или красная, синяя, красная, синяя и так далее. Красная, синяя, зеленая. Опять же, красная, синяя, зеленая. Или одна красная, две желтых. Опять, одна красная, две желтых. Игра «Найди лишнюю пуговицу». Нам понадобится пять пуговиц, одна из которых отличается по цвету. Ну, или по форме. Тоже, опять же, смотрите сами. Педагог выкладывает в ряд четыре пуговицы. В данном случае одного цвета берем. И среди них кладет одну пуговицу другого цвета. Затем предлагает ребенку убрать лишнюю пуговицу или заменить ее на нужную по цвету. Можно, опять же, проговаривала, разложить пуговицы одинакое по размеру. Например, большие красные и среди них одну маленькую красную пуговицу. Предложить выполнить тоже задание. Поскольку я логопед, то необходимость разработки и составления картотеки упражнений с пуговицами назрела в процессе моей работы с детьми, которые имеют различные речевые нарушения. Сейчас, я думаю, вы со мной согласитесь, все больше встречается детей, у которых нарушено формирование всех компонентов языковой системы. Это и лексика, и грамматика, и связанная речь, и звукопроизношение. Недоразвитие всех компонентов речи. У таких детей сопровождается недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточностью двигательных дифференцировок. Наблюдается истощаемость всех психических процессов и выражена моторная неловкость. Также пуговицы можно использовать в качестве развития коммуникативных навыков. Очень много детей встречаются, которые страдают именно нарушением коммуникативных навыков. Как мы с вами можем работать в этом направлении? Например, игра «В какой руке пуговица?». Здесь возраст детей от полутора до двух лет. Понадобятся пуговицы разных оттенков, размеров, формы. Возьмите одну пуговицу, покажите малышу, а потом зажмите ее в своей руке и спросите, «В какой руке у меня пуговица?». Пусть ребенок угадает, где спрятана пуговка. Эту игру можно также использовать в работе в парах с подгруппой детей. Или игра «Забей гол ворота». Нам в качестве оборудования понадобится крышка от коробки из-под опуви. Рисуем футбольное поле, ворота, лепим и делаем из маленьких коробочек. А можно сделать, да, из маленьких коробочек ворота. И также нам еще понадобится пуговица. И что мы здесь делаем? Два игрока с щелбанами отправляют по очереди шайбу, то есть пуговицу, ворота друг к другу. Также можно составлять из пуговиц коллективную мозаику. Здесь нам понадобятся пуговицы разных оттенков. Распределите пуговицы между детьми. Из всех имеющихся пуговиц выложить на столе коллективно. Сказочный, например, цветок, или можно животное, машину и так далее. Нужно использовать все пуговицы каждого члена команды. То есть вот учтите вот этот момент, чтобы не было обидно. И затем уже рассказать, что изображено. Детям сами, да, согласна, что пуговицы удобно использовать вместо пластилиновых заплаток. Помимо этого, каждый имеет возможность также высказать свое мнение и положить свою пуговицу, то есть внести свой вклад в общее дело. Каждый ребенок должен выбрать самую красивую, по его мнению, пуговицу и вместе с командой сложить определенный узор. Можно использовать уже готовые шаблоны, они есть в продаже, либо придумать свой вариант в интернете, скачать тоже можно. Все это в свободном доступе есть. Как я уже отмечала ранее, с помощью пуговиц можно организовывать игры, направленные на развитие всех компонентов речевой системы. Например, при автоматизации звуков. Возьмем, как пример, при автоматизации звука р в слогах. Повтори столько слогов ра или ро или ро, опять же, сами смотрите. Сколько, например, желтых, розовых, зеленых, синих и так далее пуговиц. Слоговые цепочки используйте с любым изучаемым звуком. Или, например, игра «Назови картинки». Ребенку предлагается назвать картинки, положить на соответствующую картинку пуговицу. Либо педагог на картинке кладет пуговицы разного цвета. Ребенку необходимо называть картинку под красной пуговицей, под синей пуговицей и так далее. Игра «Божья коровка». Цель этой игры – автоматизация звука «Ж» в начале слова. И у «Божьей коровки» не хватает пятнышек и глазок. Украсим ее пятнышками, назва при этом картинки, в названии которых есть звук «Ж». Картинки даются, слова «жаба», «живот», «жилет» и так далее. Картинки перед вами на слайде. По такому же принципу можно автоматизировать и другие звуки. Игра «Сокровища». Данная игра проводится с различным набором мелких пуговиц на автоматизацию заданного звука в словах. У меня есть сундучок с сокровищами. Среди этих пуговиц найди игрушки и назови их правильно. Пуговицы сейчас, знаете, много различных есть в продаже, есть даже в виде различных предметов. Я заказывала на Алиэкспресс, очень нравится детям, а я за счет этого могу реализовывать свои задачи образовательные. Или, например, игра «Четвертый лишний». Ох, что-то немножко смазалось, извините, пожалуйста. Назвав все картинки, выбрать лишнюю и положить на нее пуговицу. Пуговицы в играх детей с речевыми нарушениями могут быть применены для развития дифференциации звуков, а также закрепления навыков звукового анализа и синтеза. В играх с пуговицами можно начинать изучение букв, чтение отдельных слогов и слов, коротких предложений. Игра «Лабиринт». Ребенок, проходя по лабиринту, передвигает пуговицу и называет соответствующую картинку. Игры, направленные на развитие фономатических процессов. И, например, игра «Цветочная поляна». Целью этой игры является формирование навыков фономатического анализа. Заполняем недостающие части на цветах. Пуговицу можно положить тогда, когда назовешь правильно первый звук в слове. Аист, ада, облако, о и так далее. Слова подбираются любые. Игра «Жираф». Цель этой игры – формирование навыков также фономатического анализа. У жирафа не хватает пятнышек. Украсим его пятнышками, назвав последний звук в слове. Дом. Даем слово «дом», «кит», «стол», «автобус», «камыш» и так далее. Слова и картинки можно также подобрать абсолютно любые. Игра «Услышь звук». Ребенку предлагается услышать слово и выложить на схеме позицию заданного звука в слове. Или игра «Чудесный мешочек». Ребенок достает из мешочка пуговицу зеленого, синего или красного цвета и придумывает слово на заданный звук. Например, «синий цвет» значит слово должно начинаться на твердый согласный звук и так далее. Буквы. Ребенку предлагается с помощью пуговицы сделать звукобуквенный анализ слова по схеме. Пуговицы можно выкладывать под картинками или под буквами. С какого звука начинается слово? Гласный он или согласный? Какие еще слова можно придумать с этим звуком? На каком месте находится звук? В начале, в середине, в конце? Сколько в слове гласных, сколько согласных звуков? Также пуговицами можно выложить заданную букву по контуру или без контура. Игра «Исправлялки». Детям дается изображение буквы. Ребенку необходимо доделать недостающие элементы букв из пуговиц и вслух с помощью педагога назвать оппозиционные звуки речи. В целях совершенствования умения делить слова на слоги, хочу предложить игру «Гроздь винограда». Нужно на веточку прикрепить ягодки винограда синего, зеленого, черного, фиолетового на выбор ребенка пуговицы. Взрослый показывает картинку и называет слова, а ребенок делит слово на части, то есть на слоги. И на веточке винограда ищет маленькую веточку из нужного количества слогов. Одна маленькая веточка, одно слово из одного слога, одна пуговица. Две веточки, значит, слово из двух слогов, две пуговицы и так далее. И слова также даете сами на свое усмотрение, как пример нос, плеса, коса, стул, самолет, машина и так далее. Важным аспектом в диаптических играх с пуговицами можно считать развитие лексики и грамматики. На этом этапе ребенку необходимо научиться использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы в словах, изучить антонимы, то есть выявлять противоположные слова, синонимы, схожие по смыслу слова, уметь объяснять перенос значения фразеологизмов и других устойчивых выражений, подбирать к существительным прилагательные, объяснять логические связи и так далее. И какие же можно использовать игры, направленные на обогащение словарного запаса. Игра «Пуговичная копилка». Целью игры является закрепление обобщающих понятий, развитие опять же мелкомоторики, связанной речи и фономатического слуха. Нам понадобится пластиковая емкость с прорезью на крышке по типу копилки и также пуговицы. Взрослый просит ребенка назвать несколько слов, объединенных одним обобщающим понятием. Например, назвать насекомых. Каждая пуговица, брошенная в емкость, это одно слово. Чем больше насекомых назовет ребенок, тем полнее будет копилка. Это пособие также можно использовать и при автоматизации поставленных звуков. Какие можно использовать игры, направленные на развитие грамматического строя речи? Игра «Чудесный мешочек». Ребенок достает пуговицу любого цвета из мешочка и соотносит цвет с предметом. При этом учится правильно согласовывать слово «предмет» и слово «признак». Например, зеленая пуговица, зеленый огурец, зеленая лягушка, зеленый крокодил и так далее. Синяя пуговица, синий кит, синие колокольчики, синий шарик и тому подобное. Желтая пуговица, желтые бананы, желтая коляска, желтое солнце и так далее. Игра «Назови ласково» поможем мультипликационному персонажу добраться до домика, построив дорожку из пуговиц. При этом называть слова уменьшительно ласкательно. Например, фонарь, фонарь, фонарик, стол, столик, дом, домик и так далее. Варенье для друзей. Нам здесь понадобятся пуговицы и макет банки. Также можно распечатать на принтере, либо взять пустую банку. Рассматриваем пуговицы, представляем, каким фруктом или ягодой может быть красная пуговица, желтая пуговица, зеленая, оранжевая, фиолетовая. Затем складываем их по одной в баночку и просим ребенка проговаривать, какое варенье получится из каждого названного фрукта или ягода. Например, из клубники клубничная, из слива сливовая и так далее. Также пуговицы можно использовать при развитии связной речи. И какие здесь игры? Например, с сочинялки. Выложить пуговицы в рамочку в произвольном порядке, составить рассказ. Например, пуговицы лежат так. Желтая, красная, синяя, зеленая, оранжевая. Рассказ может быть таким. Светило желтое солнышко, Маша в красном платье пошла в лес. Там она увидела синюю речку, переплыла она через речку на зеленой лодочке. Вдруг видит, растет оранжевая морковка. Сорвала она ее, помыла и съела. Можно придумать продолжение сказки. Например, любопытные гусеницы. Предварительно рассказать о том, как гусеница превращается в куколку, а потом в бабочку, чем питается. Затем обратить внимание, что гусеницы ползут к норкам. Далее идет работа с пуговицами. Дети подбирают пуговицы определенных цветов и размеров, считают и украшают гусениц. Придумать продолжение сказки. Жила была маленькая гусеница. Она знала, что однажды станет прекрасной бабочкой. Но время шло-шло. Все ее подружки уже давно порхали над цветами. А бедная гусеница никак не могла превратиться даже в куколку. И продолжение придумывают уже дальше дети. Аналогично по сюжету любой иллюстрации придумывается и обыгрывается сказка. Также хочу предложить вашему вниманию вот такую замечательную книгу Корпеевой «Развитие речи младших дошкольников. Упражнения с пуговицами и дидактические игры». Материал, представленный в пособии, подобран на закрепление полученных детьми знаний в процессе непосредственно образовательной деятельности в соответствии с лексическими темами с учетом традиционных и новаторских взглядов на развитие речи дошкольников трех-четырех лет. Адресовано воспитателям, логопедам дошкольных образовательных учреждений и родителям. В качестве примера взят шаблон из этой книги. Детям сначала читается стихотворение и спрашивается, о чем говорится в нем. И дальше идет обсуждение, работа по лексической теме и заполнение пуговицами пустого пространства. Дальше идет обсуждение, какой овощ, скажем так, ты раскрасил пуговицами. Это помидор, да, отвечает ребенок. Какого цвета стал помидор? Помидор стал красного цвета и так далее. Дальше педагог проводит игру с мячом, овощ, не овощ. То есть, что педагог бросает детям по очереди мяч и называет название овощей в перемешку с разными словами. Ребенок ловит мяч и отвечает. Если это название овоща, то он говорит овощ. Если какой-то другой предмет, то ребенок говорит не овощ. Также с пуговицами можно играть в математические игры. Например, четвертый лишний, выбрать лишнюю пуговицу по цвету, форме, величине. В играх на формирование количественных представлений можно попросить детей выложить столько пуговиц, сколько пуговиц на столе, сколько у человека глаз, сколько пальцев на одной руке, на двух, сколько ушей у собаки и так далее. Можно сравнивать по количеству. У кого больше пуговиц? У зайки или у мишки? Как сделать поровну? Можно порядковый счет отрабатывать. Предложить ребенку сосчитать разноцветные пуговицы по порядку. Первая, вторая, третья. Назвать, какого цвета третья по счету пуговица, пятая и так далее. Числовые домики. Можно с помощью пуговиц закреплять состав числа в пределах десяти и так далее. Про пуговицы также можно составлять в сказке, поскольку время у нас уже ограничено. Можно как придумывать самим сказки, так же можно и в интернете найти, они так же есть в свободном доступе. Про пуговицы написано стихотворение. Так же можете использовать их в своей работе. Презентацию можете скачать, взять оттуда это стихотворение. Сейчас не буду уже время тратить, зачитывать. Развивающая работа – это решение задач развития, актуальных сегодня для данного конкретного ребенка, данной группы детей определенного возраста и этапа коллективного развития для детей данного учреждения и так далее. В ходе решения этих задач ребенок обретает новые способности, навыки, умения. Развитие тех или иных способностей, качеств, умений ребенка происходит в том случае, если взрослыми созданы определенные условия. Создание и реализация таких развивающих условий составляют существенную часть профессиональной компетентности педагога. Предлагаемые пуговичные игры помогут разнообразить возможностям развивающей работы. Спасибо за внимание, спасибо также за ваши отзывы. Очень приятно стимулирует в дальнейшей работе. До свидания, жду вас на следующих вебинарах.